Императорская Николая Второго из его покоев. Это именно царская вещь. Видите, вот здесь какие люстры. И зелёные, и золотые, и красные на любой вкус. Даже так и скажу. Посмотрите, какие мы точно не встречали, вручную расписанные. Мне подсказали, что вот эта ваза из банкетного сервиза Николая Первого. А вот такая коробочка с духами. Восемь. Восемь, спасибо. Часы какие-то, смотрите. Парные светильники просто какие-то невероятные. Вот видите, Константин тоже блогером решил снять. Что-то снимает. Ну вот здесь я поставлю такую широкоугольную камеру, чтобы охватить всю эту красоту. Тут, конечно, можно встать и долго рассматривать вот эти все детали. Вот я даже не знаю, для чего этот предмет. Как кашпо. Причем, посмотрите, с моей рукой, просто огромная какая-то ваза. Набор каминный, видите, с щеткой. Для камина. Да. Как это назвать? Это экран. Экран. Экран для камина. Посмотрите, здесь пути такие шикарные. Рокалий. Рокалий за 18 век в Франции. Ага. Вот тоже в Франции 18 век. Угу. Чаша для шампанского калина. Вот это вот? А я думала, это ваза. Нет. Ну, сейчас, да, пожалуйста, ради бога. Ага. А вообще это 18 век. Угу. Решетка с каминной. А сколько вот такой экран стоит? 350. 350. В комплекте вместе. А, вместе с Нижнером. Тут, конечно, какие ангелочки замечательные. Посмотрите, какой канделябр огромный. Ну, действительно, и все, и больше ничего не поместится. Вообще. Ну, выглядит, конечно, просто такими вещами любоваться. А вот здесь еще какой-то невероятный набор. Вот здесь, видите, молочник на ножке, кофейник, чайник, сахарница и бульетка, да, с подогревом на ножках. А, здесь, да, посмотрите, действительно, здесь так много бульеток. И они все очень изящные. Мне вот особенно нравится первая и третья. Ну, хотя нет, подождите, у второй какие-то невероятные красоты и формы ножки. Она какая-то более воздушная, да, вот вторая. Ну, в принципе, каждая по-своему шикарная. Императорская Николая II из его покоев. Это именно царская вещь. А какая у нее примерно высота? Просто вот камера иногда не передает, но она прям большая, да. Сантиметров, я думаю, пятьдесят, семьдесят почти. Почти, вот эта прозвучка на вкус. Угу. Шикарная какая вот вещь. Ваза. И здесь еще очень много различных люстр шикарных. Видите, вот здесь какие люстры. И зеленые, и золотые, и красные на любой вкус. Здесь вот девушка Арина. И они приезжают только на выставку. Они не местные, приезжают только на выставку. Поэтому у вас есть шанс приобрести какую-нибудь такую невероятную, роскошную вещь для себя. Здесь какой-то красоты зеркало. Видите, сколько вот это красоты? Оно легкое. Ну, как-то вот оно тут лежало и привлекло мое внимание. Слушай, я вам сейчас спрашиваю. Вот эту вот шкатулку, по-моему. Вот это вот. А, вот наборка. Так, это интересует. В франции. Мамочка большая с книжками, да, блин. Девочки, не кричите. Так, это очень. Так, посмотрите, какая здесь огромная корзина. С новогодними игрушками. Они все блестящие. Я, кстати, видела такие игрушки в гуме. И они там стоили очень приличных денег. Это все расписано вручную. Но сейчас спросим с вами цены. Нам же интересно. Но мне нравятся вот эти игрушки. И от них какая-то вот теплота идет. Видите, там мамонтенок. Так, это вот что? Какая-то касса, да, судя по всему. Машины, вот космонавты, лисички. Всякие герои мультфильмов. Даже вот королева из Алисы в стране чудес. Заяц, крокодил Гена. Не помню даже, сколько они стоили в гуме, но точно дорого. А не подскажете цены на игрушки вот эти? Полторы тысячи. По-моему, я такие игрушки в гуме видела, да? Они там дорогие. Там, ну, просто там, как сказать, есть коллекционные такие сборные, да, которые... А так у них где-то от 1800 до 3300, по-моему, они стоят. А такие вот именно. А наборы там, да, до 20. Да, 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 там по полторы тысячи такие игрушки хорошие. Там и черепаха, видите, и Чаполино, и кого только нет. Ну, ладно, игрушки это ладно. А здесь, помимо игрушек, есть чем полюбоваться. Ух ты, какие бисквитницы наверху просто какой-то невообразимой красоты. Я даже так и скажу. Посмотрите, такие мы точно не встречали, вручную расписанные. Вот это вот справа, конечно, очень не роскошное. Ну, в принципе, посередине тоже мне нравится, прозрачное. А вот это всё одна сцена, одна статуэтка, огромная. Кашпо в стиле Севра. Может быть и Севр. А вот эти кашпо, это не Севр? Ну, это современный Севр, да, но это современный, это двухтысячный кашпо. А вот эти вот, интересно, как это у вас бисквитницы, это чьи они? Тебе Франция. Вот это вот, не знаю, может быть тоже Франция, судя по всему, по орнаменту. Управленное стекло. А, почем они? Они 30, 28 где-то, да. Ну, они прям такие, вроде что, роскошные. Да, красивые. Так, что-то мы уже с вами видели, да, вот в Измайловом и снимали. Розовые и синие, отец. Подсвечники? Подсвечники они. Это вазочки. Вазочки. Да, розовые вазочки, фарные. Опаловое стекло. А подсвечники вот эти синие? А подсвечники тоже в Франции или, может, скорее всего? А подсвечники Франция тоже. Бронзый и картофель. А цена какая у них подсвечники? Подсвечники 25. 25, пара. Вазочки, ну, где-то 18. 18. 18, угу. Очень красиво. Что-то мы уже видели, что-то... Видим впервые вот эти, помните? Я показывала вам ангелочков. Уже мы их встречали. Так что... Тут можно встретить и продавцов с Измайловым. Мне подсказали, что вот эта ваза из банкетного сервиза Николая Первого. Музейный экспонат. Капустные листья. Капустные листья? Это реплика севра наша делали. Изящная работа, конечно. Изумительная, да. Очень интересно. Спасибо. Это дополнительно, просто они, да, расписали в стиле. Это Ройтер паспорт. Да, вручную расписано. Даже не подумаешь, что это Хочен Ройтер. Да. А такая сколько стоит? Это 23. Вообще этот букет и такие прорисовки, конечно, какого-то профессионального художника. Да, интересно. Следующий. Вот это? Старенькая, скорее всего, Англия. Вот это же это отдельно. Музыка без Германии. Тоже вручную расписано. Да, тут замазано, да, что это клеймо? Нет, это клеймо таким листочком. Оно было у каких-то мунофактур есть листочек. Кто расписывал, да? Да, триллинг с них. Мунофактуры Германии. Ну да. Так, середина 19 века. Да, у вас прям такие красивые вещи на подбор. Ну да, потому что вот на той тарелке, допустим, каратное золото. Да. Это всё золочение ручное. Вот это всё роспись, это вручную золото делалось. А у вас, может, визитка есть? Нету. В общем... Я такую выставку не могу подготовить. В общем, приходите на Тишинку, либо в Измайлова ищите. Я вам снимала там тоже. А вас можно снять, показать, чтобы люди вас узнавали? Не хотите? На звание можно. Ну, можно, в принципе. Я всё равно ватсап отправляю всем. Ага, так. А как вас зовут? Талия. Наталья. Вот это вот. Вот эта вот красота, это вся вот здесь. Тоже это жёлтая крыша, потому что 43А, но я так не ориентируюсь по цифрам. Да. Тут проще по потолку. Жёлтый потолок. Да, вот подходите, и здесь вам расскажут интересную информацию о вещах. Не только полюбоваться красотой, а вы ещё узнаете, что это за предмет. Я 30 лет. Что? Спасибо большое вам. Да, хорошего вам продажа. До свидания. Идём дальше. Смотрите, какие интересные часы. А это... Нет, наверху часы, потом парометр, а внизу я не знаю, что. А, термометр написано, да, действительно. Показывает температуру. Почти 30 градусов. Почти 30 градусов мы ходим. Но тут душно, правда. Есть такое. Кстати, вышивка птицы в раме мне нравится. Не знаю, как вам, а я почему-то сейчас в восторге. Ну, люблю такое. Узнала, 2000 стоит такая. Но она, видите, небольшая. Конечно, если присмотреться, не самое идеальное состояние. Так. Здесь вот распродажи. Всё по тысяче. Всё по тысяче. Вазочки. Ваза такая. Японская. Тысяча рублей будет. Вот такая жёлтая, синяя ваза, вытянутая под один цветочек. А внизу вот что-то по 500 рублей. Пара там, флакон. Здесь ложки чайные. Симпатичные. Видите, у них наконечники отличаются. Посмотрите, какая коробка связана с винтажными духами. Видите, тут даже вот подписано. Итальянская коллекция духу. Коробочки в родной. Они все с бантиками, такие милые. А вот такая коробочка с духами. Восемь. Восемь. Спасибо. Примерные эти, чтобы понять. Снимай часы от стороны. Часы какие-то, смотрите. Парные светильники просто какие-то невероятные. И там ручка. Русалка. Русалка. Здесь тоже. Видно, что ручная роспись. Торшеры какие красивые. А сколько стоят такие светильники? Плакатные. 160? Да. Пара. Красивые. Каподимонтов очень много. Смотри, какие кофейные пары. Очень красивая ручка и блюдце. Причем, смотрите, здесь вот такое блюдце. А вот здесь такой ситцевый уже посередине рисунок. Вот такие легкие, я прям боюсь их уронить. Там вот шкатулка Каподимонты. Причем, очень красивая ручная роспись внутри. Видите, она открыта. Показана, какая роспись. И внутри, и внутри крышки. А вот там еще какая-то картина тоже в стиле Каподимонты. Видите? В раме. Ну да, скорее всего, не картина, да, где он меня поправляет. Скорее всего, как керамическая панода считается в раме. И там внутри вот этот вот паспарту сделан бархатом. Нет, бархат. Бархат. Хотел меня снова поправить. Блошинка. 14-15 октября. А, кстати, да, необычно. Еще ручка сбоку у кофейника. Угу, необычно смотрится. Тет-а-тет. Такой маленький молочник. Тут все красиво. Все красиво. Нет, нет, нет. Здесь тоже вазы. Вот парные Каподимонты. И на ножках шкатулка. Сейчас. Пара Пампадур. Хороший объем, но жалко, что пара. А там тоже, да, часы, термометр и... Сундучок с бархатом внутри. Утки. Вот видите, Константин тоже блогером решил снять. Стать что-то снимает. Тоже захотел стать блогером. Ну, надо поддерживать свой инстаграм хоть как-то. Хотя лучше не его. Ну, это да. Особенно в нынешних ситуациях. Так, что у вас интересного есть? Слушать? Я ошиблась. Я ошиблась. Я даже не скажу, что там. Да. Муж мой знаток. Уже клеим. А это вместе, да, набор идет? С двумя тройками? Такой Тет-а-Тет. А цена 16 тысяч? 16 тысяч. Да, хорошая цена. Красивый чайник и молочник тоже такие прям. Вот так. Так, так что тут на Тишинке можно найти что-то и по карману. Так, а что из красивого, роскошного, новенького есть? Красивого, но новинки есть, да. Так, какие? Не помню, что вы видели, чего не видел. А мы ли вам еще раз посмотреть? На статуэтке вот интересно, конечно. Вот эти вазы какие-то очень необычные. Вот это вообще форма. Да. Она, видите, с лепниной. Такой слепкой. А это она откуда такая? Это Европа. Кто точно не могу сказать? Это где-то 20-е, 30-е. Да, красивая. Вот эти парные, да, идут? Тоже очень красиво. Вот эти вот еще вазы парные, видите? На таких столиках они, консолька. Там пары продаются. А, они чьи? А, Германия. Ну, военная 420 тысяч пар. Да. Да, сценка, конечно, красивая здесь. И разные сценки? Разные, да. И с обратных сторон там же. А, и с другой стороны тоже прям отличаются. Да, и с северами. О, это интересно рассматривать, конечно, их. Что они вроде бы одинаковые, но не такие одинаковые, как могли показаться. Так, изящные, конечно. Так, вот здесь стекло какое-то интересно. Вот этот вот флакон или что это? Это флакон? Сынчик, красивый. Штоф такой, да. А то я не видела вот этот носик. Ну, в принципе, сюда можно и какой-нибудь тоник налить. А, все что угодно. Да. На что контазии хватит? Так, поставить ванной, сюда налить какой-нибудь. Вот, кстати, два предмета для туалета. Просто шкатулка и подсвечник. Вот, вы их видели, наверное. Наверное, видела, но давно. Но я как-то их не обратила ни в них внимания. Но я их видела, по-моему, на тишинке. Подсвечник, причем высокий подсвечник. И вот такая вот шкатулка. И здесь какой-то такой вот оттенок. На концовке. Ну да, какой-то вот такой необычный глубокий цвет. Камера его, к сожалению, не передает. Может быть, вот здесь вот видно будет на этих. Внутри в стапках. Так, ничего бы мне не зацепить. Здесь бокалы. Ой, посмотрите, какая, конечно, фруктовница на ножках. На металлических ножках, видите? Хрустальная. И вот здесь вот наверху тоже металлическая часть. Она придает прям какой-то роскошности, конечно, вот этому блюду. Потому что если бы оно было без вот этих ножек и без вот этой металлической основы наверху, то, конечно, выглядело бы это не так уже изящно и нарядно. А еще тут, видите, стоит ароматизатор. Поэтому здесь так приятно пахнет, потому что тут, правда, конечно, с фудкорта не самые приятные ароматы, особенно рыбные, доносятся. А здесь прям комфортно стоять. Это точно. Вот это какая-то невероятная, конечно, пара. Можно, да, открыть? Такой оттенок приятный Тиффани. И это вручную, да, расписано же? Ручная роспись. Да, да, ручная роспись. Необычное вот открытье внутри. Да, ну, в принципе, необычно, что ручная роспись внутри. Обычно, по-моему, ручная роспись, только вот снаружи. Да, правда, она очень необычная. Это чья она? Это скорее Франция. Франция? Ну, такая, даже немножко в стиле Мейсона, да? Да, будет похоже. Да, похоже. Очень красиво. Вот эта пара прям привлекла, конечно, внимание. А, вот это статуэтки Мейсона, да, все? В общем, полочка с Мейсоном. Шикарная. В статуэтке такая дама здесь. Садовница. Садовница. Угу. Ой, этот мальчик. Карапуз интересный очень. Какую-то книгу листает. Это тоже Мейсин, да, мальчик зеленый? Ну, там, там. Такого он не встречал. Какой-то он редкий, видимо, да? Ну, на Вакузнецке он последний раз был. Был, да? Да. Какие-то сказки рассматривает. Ну, интересный карапуз, правда. Он такой немаленький, между прочим. Немаленький, да. Приличного размера. А вот это вот что такое за карета наверху? Карета, прибор для туалета на столе. С плакончиками и шкатулкой. А, ничего себе. Эта шкатулка, она открывается? Да. Я думала, это что-то для алкоголя. Нет? Ну, потому что такие обычно для алкоголя делают. И тут, видите, да, вот, плакон. А вот это что-то... Ну, не роду. А, вот это. То, что подошло туда впихло. А, вазочка. Но все равно. Ну, необычно, кстати, смотрится очень изящно. А сколько такое на борт стоит? Это 90 лет. А вот это вот с чего витал? Бронзу. Бронзу. Свидет. Мне, конечно, вот так фейлинг нравится. Наверху с рыбами. Она в каком-то китайском стиле. Она жду лил. И не сразу догадаешься, что это фейлинг. Очень красивая тарелка. Да, и вот это... А внизу чья будет? А внизу Мейсен. Мейсен. 19 лет. 19 лет. Ну, вон тот тоже, конечно, Мейсен. Это мы сразу видим. Кобальти с виноградной лазой. Лисичка Мейсен. Лисичка тоже Мейсен? Я бы не подумала. Не очень похожи, да? Не в их стиле, мне кажется, роспись. Но очень красивый. Ну, очень детальная, мелкая роспись. Да. Это жилопись, да? Очень красивый. Здесь еще картины появились. Какая-то повозка. Это польский художник Косинский. Тоже конец 19 века. А внизу это наш известный художник Александр Лобаз. А вот тут, да, видите, год подписан, фамилия и цена. Оформление красивое очень. Такая паспарту с бордовым оттенком. Изящно смотрится. Эти вазы, конечно, огромные наверху. Как вы туда их поднимаете? Как вы туда их поднимаете? Да, они тяжелые. Они причем трехсоставные. Каждая из трех деталей. Как вы сюда поднимаете? Вообще-то нужно в спортзал ходить. Для этого и ходим. Чтобы поднимать такие тяжести приятные, да? Да, в общем, тут Мэйсон. Красиво, красиво все у вас, как обычно. Так что, друзья, давайте покажем визиточку на всякий случай. Потому что я показываю, но у меня иногда приходит много новых людей, которые ничего не знают. Им нужно все тоже рассказать. Да, это Константин. И у него магазин в гостинице Пекин. Внутри ретро называется магазин. А это что? Чья-то другая визиточка? А это арбатский магазин. Магазин на старом Арбате. Арбат 36. Это тоже ваш магазин или это уже другая? Да, мы все вместе. Ага, вот еще один визиток. Там уже все-таки серьезно. Там такие вещи, уровень музея. Да, кому нужны предметы. А, и мебель, да, там еще? Мебель на самом деле немного, но присутствует. В общем, пишите, звоните. Лучше приходите, конечно, смотрите. Да, лучше приходите. Да, чтобы все посмотреть. Потому что камера все равно не передает. Ты вроде стараешься сделать такую красивую картинку, но... А у вас всегда выходит то, что нужно и то, что интересно. Да. Очень красиво. Что, желаю вам хороших продаж. Так, а здесь много маленьких таблетниц, шкатулочек. Смотрите, какая таблетница. 2500. С птицами. С симпатяшка. А вот это тоже очень необычная в форме какого-то чайничка, что ли, или пирамидки. Форма необычная, треугольная. В стиле клаузане. Пригорочатая эмаль. Вот эта вазочка, конечно, изючная. Хорошая. Вот этот шкатулочек-таблетниц много на самом деле. Разные, разные. Вот эта шкатулка. Смотрите. И соединение ракушек. И она открывается. Но я одной рукой не могу открыть, не очень удобно. А вот эту шкатулку вижу. В частности, как на зоне, да? В кабинете. 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 Продолжение следует...